Это программа «Вечер вместе». Я Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня в студии генеральный директор Федерации креативных индустрий, исполнительный директор Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Российского Союза промышленников и предпринимателей, автор образовательного проекта и книги бестселлера «Кроссфит мозга» Игорь М. Намаконов. Игорь, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, мне кажется, тут ясно и понятно, что мы говорим сегодня с вами о креативных индустриях. И давайте начнем, наверное, с определений. То есть все-таки что такое креативные индустрии? Это что-то новое, кардинальное? Или в нашей истории это уже было, но мы называли это по-другому? Я думаю, что это новое. И если говорить о значении этой дефиниции, этого термина, то мы должны в первую очередь понять, что это сектор экономики. Тут, конечно, может возникнуть масса всяких вопросов, которые, естественным образом, преследуют этот термин, что была культура, и как будто бы мы переназываем культурные направления, потому что здесь изобразительное искусство, и музеи, и архитектура, и театры, и так далее. Но на самом деле то, что сейчас появилось, оно сильно видоизменилось вследствие изменившейся среды, изменившейся в целом системы отношений людей, и в том числе с приходом цифровой эры, большого количества контента и так далее. Поэтому, когда мы говорим про креативные индустрии, мы говорим, что это сектор экономики, в основе которого лежит монетизация и масштабирование нематериальных активов, которые получены вследствие регистрации права на интеллектуальные и творческие решения. И список направлений, которые называются креативными индустриями, он на международном уровне зафиксирован на цифре 14, вот он в том числе включает в прошлом то, что мы называли культурные направления, которые я перечислил. Ну, похоже как-то на интеллектуальную собственность. В первую очередь, да. Нематериальные активы. А когда все серьезно закрутилось в нашей стране? Ну, в нашей стране подходы делались с 10-го года. В разные времена, вот по утверждению, я просто вот эту хронологию живьем не видел, но по утверждению Сергея Капкова, который в свое время, вы помните, парковую культуру возглавил, начав с парков Горького в Москве, и потом это пошло. Так вот он, будучи как бы вот в этих процессах, изучая среду, в том числе связанную с креативными индустриями, он на своем веку наблюдал, как он сказал, три захода до 19-го года, 2019-го года. И я вот, собственно, с 19-го года в этой теме, я сам занимался предпринимательством, но с какого-то момента меня туда как бы выкинуло, вот в эту среду, где стало понятно, что формируются какие-то новые форматы отношений, новые экономические инструменты, которые требуют другого подхода. И это в том числе вот как раз в связи с развитием культуры интеллектуальной собственности. И в этом контексте, вот, собственно, мы находимся с 19-го года интенсивно. Как раз в сентябре 19-го года прошло первое такое большое собрание деятелей индустрии в Российском Союзе промышленников и предпринимателей, где как раз были обозначены вот общие темы. И в течение 20-го года, когда началась пандемия, это все очень сильно ускорилось, потому что изоляция, изменение вот этих всех цепочек экономических, диджитализация всего, они очень сильно обозначили желание людей в поиске новых решений. То есть как бы весь мир на это был настроен. Но только если во множестве стран, которые за эту тему взялись с 10-го года, там уже, в принципе, были процессы, Япония, Германия, Англия, то в России, мы, скажем так, мы этот процесс активно начали осмыслять. И в 21-м году вот как раз появилась Федерация креативных индустрий. И получается, с 21-го года мы активно работаем уже над различными документами. В 21-м год принята концепция правительством. В 22-м году был разработан план реализации концепции. И вот сейчас мы уже подошли к тому, что внесен закон о креативных индустриях в Госдуму. Но это вот, получается, юридические тонкости. А вообще, в целом, это все ради новых идей? Это все ради денег. Ради денег. Да, но здесь важный аспект. Это не только про деньги, это еще про социальную адаптацию и активацию. Поскольку, когда мы говорим о креативных индустриях, мы всегда имеем в виду в центре человека. И я всегда говорю о том, что вот предыдущий век – это был век больших идей. А 21-й век – это век большого количества идей. И мы сейчас находимся так в среде, на которой нас окружает, она все время про обновления. Мы каждый год меняем телефоны, потому что выходят новые модели с усовершенствованными системами. Мы постоянно обновляем приложения. Мы постоянно смотрим, какие новые вещи появились. То есть процесс обновления вошел в нашу жизнь естественным образом, и он очень интенсивен. И это не только гаджетов касается, это в принципе касается всего, что нас окружает. Посмотрите, как люди активно стали смотреть на новые профессии, как они активно стали смотреть на новые места проживания. Вот эта вот внутренняя миграция, внешняя, она все запускается, все интенсивнее и интенсивнее. И вот появление понятия цифровой кочевник – это к чему? Это как раз к изменению паттернов, которые случилось вследствие развития общества, развития технологий и так далее. И, конечно, вот эти все процессы, они автоматически влияют на то, как мы должны, собственно, смотреть на то, что нас окружает. И в этом смысле желание и потребность общества или отдельно взятого человека в этих обновлениях, оно увеличивается и нужны, соответственно, все больше и больше решений, которые будут приходить в нашу жизнь. Они касаются всего, что нас окружает. Поэтому, когда мы говорим про идеи, про креативные решения, которые вследствие развития креативных индустрий возникают, они одновременно дают возможность зарабатывать, но, с другой стороны, они активно вовлекают в этот процесс максимально широкие слои. То есть любой человек в любом возрасте сейчас может в эту историю включиться. И в этом смысле ему необходимо просто знать, что это есть. Вот сейчас, по большому счету, моя роль в каком-то смысле – это популяризация. Для того, чтобы люди знали, что есть доступные сервисы, условия для того, чтобы запускать проекты, получать на них финансирование, решать, ну, по большому счету, свои жизненные задачи через то, что смотреть по-другому на свои возможности. Это все пока не общедоступно информационно. Ну и быть полезным, естественно, потому что все идеи, они хороши, когда они что-то приносят, да? Вообще, ну, знаете, когда вопрос идет про деньги, да, то, как правило, они приходят, когда вы какую-то ценность создаете и ее отчуждаете, да? То есть вы, в общем-то, должны решать какую-то задачу, хотя бы минимально, в жизни общества, человека, отдельных групп населения. Соответственно, если вы что-то такое делаете, то вы ценны, и значит, вы про какие-то важные, ну, на мой взгляд, и нужные людям дела. Ну, а вот теперь, если поконкретнее, ну, креативный бизнес, да, назовем это так. И кто они, креативные предприниматели? Что они делают? Кого можно отнести к ним? Глобально это малое и среднее предпринимательство. Как правило, 85% независимо от страны составляют именно вот активные такие группы, небольшие предприятия, предприятия, которые как раз вот на стыке разных технологий, решений, формируют новые продукты, новые ниши. Как вот, собственно, механизм часто приводит к новым продуктам и новым решениям? Стык технологий, стык индустрии. Например, театр соединяется с радио, пример, да? И появляется компания, которая в Москве, по-моему, с 19 или с 18 года активно развивала иммерсивные уличные прогулки. Вы начинаете в одном конце города и путешествуете до другого. Это все театр, но при этом он совмещен совершенно с другим решением. Это не статичное пространство. Это живое пространство, в котором человек периодически становится сам актером. Внутри определенные заложены аудиодвижения. Например, компания, которая потрясающие результаты уже достигла по всему миру. У нее офисы в Нью-Йорке, в Пекине. И это мультимедийные видеопроекции. Наверняка вы слышали про это, видели, когда на здании идет проекция, и здание превращается во что-то, благодаря тому, что совмещение происходит с архитектурой. Вот здесь одновременно программирование, здесь дизайн, здесь театр, здесь гейминговые решения. То есть, как видите, много всего одновременно совмещается. И вот таких вот продуктов, решений появляется все больше. Да вспомните хотя бы компанию, которая создала Screen Live технологию. Это новый формат киноповествования. Когда вы используете окно своего телефона или своего лэптопа, это является, в общем-то, пространством сюжета. Это зарегистрированное решение. То есть, он является автором этого, и через это создает новый формат, даже, я бы сказал, новый жанр. И вот это все, это те немногочисленные примеры, которые иллюстрируют, как возникают креативные продукты. И часто это какие-то минимальные решения на уровне, там, одежды какой-то технологичной, может быть. Может быть, это какой-то сервис внутри какого-то направления, архитектура или это дизайн. И вот этого всего становится все больше и больше, потому что, в том числе вот сейчас, особенная потребность в России на импортозамещение. Нам все больше нужно каких-то решений, которые позволяют нам работать тем, чем мы уже привыкли работать, потому что ряд программ были не российского производства. Но когда мы чего-то начинаем делать, мы туда, хочешь не хочешь, привносим новые решения. И они таким образом, дополняясь дополнительными сервисами, ходами, они позволяют видеть, как по-новому может звучать креативный продукт. Ну вот этого сейчас достаточно много. Единственная проблема, мы этого не видим, потому что креативное предпринимательство не популяризируется как некий мейнстрим, как некий тренд. Поэтому через отдельные очаги таких действий, это, как правило, центр развития креативных индустрий в городах, их уже довольно много по всей стране, через центры «Мой бизнес», они тоже этим сейчас занимаются, можно с ними встретиться. Ну и, конечно же, очаги таких ребят, это креативные кластеры, которые по стране тоже в многочисленном, в большом количестве открываются. Я бы сказал, в каком-то смысле функции отчасти кластера в Воронеже выполняет центр «Матрешка». Там все, собственно, на это нацелено, поэтому туда ходить, и вот то, что я перечислил, вот там искать таких людей. А как часто отечественные креативные продукты выходят за пределы страны, и есть ли те, которые работают исключительно внутри? Вообще креативные индустрии без экспорта слабо живут. По одной простой причине решения, которые появляются, они должны сразу же быть нацелены на поиск максимальной аудитории своей, максимального спроса. И так случается, что часто эта аудитория, она находится как минимум за пределами вашего региона. Там, где может быть другая экономика, может быть другая культура и так далее. Компаний в России, которые работают на мировом рынке, много. Это, естественно, большой блок IT, но в IT, естественно, тоже много разных ответвлений. Например, в Якутске огромная, с моей точки зрения, компания, это агрегатор такси в формате аукциона. Это, ну, он абсолютный победитель в ряде регионов страны, потому что это игровая механика. Вы с таксистом в аукционе как бы друг другу предлагаете цену, и таким образом формируется заказ, а не автоматически выставляется. Очень много видеоигровой разработки, дизайна. Наши производители креативного продукта действительно во многих странах уже ценятся и их знают. Другое дело, что, опять же, недостаточно популяризированы эти направления, эти компании. И в этом смысле, конечно, я считаю, это упущение, потому что про это надо рассказывать. Нам есть уже сейчас чем гордиться. Что касается работы внутри, ну, смотрите, это всегда вопрос масштабирования бизнеса. В любом случае у нас в стране экономика от региона к региону по-разному устроена. И где-то есть регионы дотационные, а где-то наоборот. Они там очень сильно много отдают федеральный бюджет, и благодаря этому в том числе у них сильная внутренняя среда. Ну, там Тюмень, Хантамансийск и так далее. Но в любом случае нужно, с моей точки зрения, выходить все-таки как минимум внутри своей страны, за пределами того места, в котором вы созданы. Потому что это дает просто ощущение другого спроса, другой аудитории. Ну и плюс ко всему это дает уверенности в том, что ваш продукт не какой-то внутренний, локальный. Он нужен всем. Вы говорите, что об этом надо постоянно рассказывать. Более того, вы, помимо того, что рассказываете, еще и автор образовательного курса, да, вы проекта, вы образовываете. Людей приходится учить все-таки или, ну что ли, подталкивать к ответам, которые ведь часто лежат, вот они, на поверхности. Я просто к тому, что как у нас с креативным мышлением в стране? С креативным мышлением. Давайте так, если говорить о какой-то находчивости, которая есть у нашего человека, русского человека, то это, конечно же, есть у всех. Но почему-то вот эта находчивость не перетекает в понимание того, что ты можешь быть креативным. Здесь очень важно понять. Креативность и творчество — это не одно и то же. Творчество — это интерпретация окружающей среды. Это некие мои реакции, мои впечатления от того, что меня окружает. Вот так выглядит закат. Я его нарисую так, да. Монео, Пикассо или Дали нарисуют это все по-разному. Или я, например, хочу выразить в танце свое ощущение от этого ветра. Это вот творческая самореализация. Когда мы говорим о креативности, мы подразумеваем решение задач. Всегда. То есть мы используем творческие инструменты для решения каких-то вопросов, которые на первом месте. Поэтому мы всегда должны сформировать для себя пул проблем или вопросов, с которыми мы должны разобраться. И в этом смысле вот как-то переход на эти рельсы, вот на креативные рельсы, на решение вопросов, он сложно происходит. По опыту, ну, я книги выпускаю с 17-го года, и по обратной связи, по работе с разными аудиториями, это и школьники, и студенты вузов, и домохозяйки, и разные корпорации, это и фармацевты, и компании, которые производят еду, занимаются перевозками людей. И видно все-таки, что в едином каком-то вот ключе они все мыслят и говорят часто, что мы не креативны. То есть нету какой-то веры в то, что ты можешь решать задачи творческими инструментами. Во многом это проблема дефиниции, то есть люди не понимают, что это значит. Но часто, на мой взгляд, люди просто, ну, скажем так, не верят в собственный ресурс, не верят в свои возможности. И это первое, с чем приходится работать. Во-первых, объяснить, что это вообще-то все от природы дается, потому что если мы посмотрим на детей, то у них как раз все в этом в порядке. Они бесконечно открывают новое, соединяют себя со всем, что их вокруг окружает, и это единственный способ познания мира. Но с какого-то момента, когда мы мир познали, мы начинаем как бы быть уверенными в том, что все становится ясно. И теперь надо просто заниматься какими-то понятными сценариями. Ну вот учиться в ВУЗе, идти на работу, создавать семью, потом брать кредит, ну и так далее, вы понимаете. И примерно в 60 лет вы уходите на пенсию, а там будь что будет из этой серии. Моя логика совершенно другая. Любой сценарий сегодня может быть прописан тобой как некая твоя жизненная траектория. Вопрос только в том, насколько ты понимаешь, что эта траектория тебе, ну как бы, доступна. И это первая задача, которую нужно решать, в том числе с помощью креативности. Дальше, когда этот метод используется на себе в собственной жизни, легко его перенести на любые дела, которыми ты занимаешься. В этом смысле, вот как раз и в Воронеже, она тоже есть школа креативных индустрий, они очень хорошо начинают работать с детьми с 12 лет. Давая им установки на то, что ты можешь самореализовываться, ты можешь реализовывать какие-то свои идеи с помощью конкретных навыков. И более того, это уже кому-то надо. То есть за это можно получать деньги. И это дает очень сильный вот этот уровень восприятия, что я на все способен. Что у меня есть главное, это мое мышление. Я могу думать решением задач. Кем я буду дальше, это уже не важно. Главное, что я всегда найду себе место, всегда найду себе работу. И вот сегодня, 21 век, вот 23 год, 24, абсолютно точно к этому должен подвести каждого человека. Работы, профессии на глазах появляются, на глазах исчезают. И как дальше будет динамика ротации вот этих вот новых явлений, совершенно невозможно представить. Она, ну, скорее всего, усилится, увеличится. Как должен человек себя в этом во всем вести? Ну, можно стоять в сторонке. Да, вот как вот, течет река, по ней плывут корабли. Куда-то плывут, ты машешь платочком. Ну, окей, можно так, быть свидетелем уплывающих кораблей возможностей. А можно на него запрыгнуть. Да, придется нырнуть в реку, доплыть до корабля, подтянуться, ну, то есть какие-то усилия приложить. Но по факту ты начнешь двигаться в какую-то новую для себя, новую сторону. Поэтому вот эти процессы, их нужно объяснять, нужно давать определенные инструменты запуска себя в эти процессы. И это главное, что на самом деле приходится делать, когда мы говорим о креативности. Это была программа «Вечер вместе». Спасибо и вам, что были с нами. И до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»